Здравствуйте! С вами Роман Высторов. В эфире Дзержинского 102. Программа о работе Ставропольской полиции, происшествиях и раскрытых преступлениях. Сегодня в выпуске. Познакомимся или убью? Настойчивый поклонник схватился за оружие. Веселая свадьба. Да такая веселая, что теперь придется платить многотысячные штрафы и отдать права. Друзья друзьями, автомобиль побереги. Приятный вечер в компании приятеля закончился для хозяина угоном автомобиля. Кстати, угон и кражи автомобилей. А вы знаете, в чем разница? А начинаем по традиции с криминальных новостей. В Изобильном молодой человек очень хотел познакомиться, но получив отказ, стал угрожать оружием. А в Пятигорске поймали нетрезвого угонщика, который умудрился разбить еще несколько машин. Тем временем в Невиномысске задержан вор-форточник, а в Пятигорске поймали наркоторговцев. Подробности в нашей оперативной сводке. В Изобильном возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством. Излишнее упорство в желании найти себе пару может обернуться возбуждением уголовного дела. Ранее в полицию округа позвонила жительница Изобильного, сообщившая, что ей угрожает незнакомый мужчина с пистолетом в руках. Потерпевшая с приятельницей отдыхали в одном из баров города, когда к ним подошли познакомиться мужчины. После отказа один из них повел себя агрессивно, достал пистолет и стал угрожать убийством. Опасаясь за свою жизнь, гражданка позвонила 02. При обыске в отделе полиции у 28-летнего жителя станицы Рождественской изъяли пневматический пистолет. Возбуждено уголовное дело. А в Пятигорске затержан нетрезвый угонщик, повредивший несколько автомашин во дворе. В Пятигорский отдел полиции поступило сообщение об угоне автомобиля. Потерпевший пояснил, что у него в гостях был 24-летний приятель, с которым они распивали спиртные напитки. Когда гость ушел, он обнаружил пропажу ключей от автомобиля, а позже и самой машины. Спустя короткое время сотрудники полиции обнаружили поврежденную машину недалеко от дома ее собственника. Чуть позже полицейские задержали и угонщика, который бросил авто и скрылся. В отделе полиции молодой человек сознался в содеянном. Гражданин пояснил, что, несмотря на отсутствие водительского удостоверения и навыков вождения, он взял ключи и решил прокатиться. В ходе поездки, как выяснилось при осмотре записей с камер видеонаблюдения двора и видеорегистратора, злоумышленник протаранил два автомобиля, припаркованных во дворе, а также повредил автомобиль знакомого. Лихо маневрируя, в том числе двигаясь задним ходом, незадачливый угонщик повредил клумбы, бордюры и мусорный бак, а по окончании поездки затормозил об кустарник. Автомобиль возвращен законному владельцу. Горе угонщику предстоит возместить ущерб хозяину угнанного авто, а также другим владельцам поврежденных транспортных средств. Тем временем житель Невиномыска предстанет перед судом за совершение серии краж и грабежа. 37-летний местный житель совершил пять краж. Обвиняемый проникал в помещение через открытые форточки и приоткрытые окна квартир и офисов, расположенных на первых и вторых этажах. В общей сложности фигуранту удалось похитить электроинструменты, телеаппаратуру, компьютерную технику и охотничьи ножи примерно на 155 тысяч рублей. В рамках следственных действий выяснилось, что похищенное он продавал или сдавал в ломбарды, а деньги тратил. Кроме того, в ходе предварительного следствия установлена причастность обвиняемого к совершению кражи и открытого хищения велосипедов у городских магазинов. Один из таких случаев попал на запись камеры видеонаблюдения. Теперь житель Невиномыска предстанет перед судом. На Ставрополье в суд направлено уголовное дело о сбытии и попытке сбыта запрещенных веществ. Противоправная деятельность участников организованной группы была пресечена сотрудниками полиции. В рамках следствия установлено, что обвиняемые в течение года сбывали сильнодействующие вещества на территории города Пятигорска, Минераловодского городского округа и Придгорного района. При задержании в городе Пятигорске у одного из участников группы в ходе личного досмотра были обнаружены и изъяты сильнодействующие вещества. По месту жительства и в автомобилях злоумышленников также обнаружены наркотики общим весом более 13 килограммов. Уголовное дело направлено в суд. Угон и кража автомобилей. Неприятная и чаще всего внезапная ситуация, которая может очень сильно ударить по бюджету. Намерения у злоумышленников могут быть разные. Кто-то хочет просто покататься, а кто-то это делает с целью наживы. Как действовать, если не обнаружили машину там, где ее оставили? В чем разница между угоном и кражей? И как защитить свое транспортное средство? Ответы на эти вопросы знает Анна Харунжева. Автоугон. Неприятная ситуация, когда вдруг ты не обнаружил свой автомобиль в том привычном месте, где его оставил. По статистике, самыми частыми жертвами угонов становятся владельцы отечественных и японских марок машин. Но вот что интересно. Есть угон автотранспортного средства, а есть кража автомобиля, то есть хищение с целью наживы. Как максимально обезопасить свой автомобиль от обоих этих вариантов, расскажем в следующем сюжете. Эта история произошла совсем недавно. В отделение полиции Шпаковского района обратился мужчина с заявлением об угоне автомобиля. Мужчина сообщил, что не обнаружил наутро свою машину, которую припарковал в привычном месте. В ходе разбирательств выяснилось, что в ночное время данный автомобиль был остановлен сотрудниками полиции. За рулем находился мужчина с внешними признаками опьянения. Позже он сознался, что проходил и увидел незапертый автомобиль с ключами в замке зажигания. И просто угнал его. Автомобиль вернули законному владельцу, а злоумышленник был наказан. Самыми распространенными схемами гунов являются вскрытие дверей и взлом личинки замка зажигания. С лесарными инструментами, так называемыми ломаками, которые изготавливают из отверток, имбусных, шестигранных ключей. Также в случае необходимости замена штатного блока управления. На заранее подготовленный электронный блок управления, где отключен иммобилайзер. Мы приехали к Алексею Леонову, специалисту по охране автомобилей, чтобы узнать, как защитить свой автомобиль от угона. Нужно поставить хорошую сигнализацию, соответственно, а еще лучше поставить целый комплекс противоугонный. Что он себя включает? Это электронная система, которая охраняет машину, охраняет полностью периметр, датчики, двери, капот, багажник, датчик удара, датчик движения. Не дает завестись автомобилю при нестанционированном вскрытии. И также удобство для клиента, то есть он может машину заводить, прогревать зимой и, соответственно, летом, чтобы охладить машину. Алексей, то есть сейчас все можно наблюдать в приложении? Да, абсолютно. Мы видим, где находится машина. Пожалуйста, мы можем посмотреть на карте. Вот на карте показывает улица Краснофорская. Вот она стоит. Проверив все, я поняла, важно страховать машину от угона, но это никак не предотвратит саму кражу. А вот что необходимо делать еще. Ставить хорошую противоугонную систему, не оставлять ключи и ценные вещи внутри автомобиля, проверять при выходе, закрыты ли двери и окна, ставить машину в хорошо освещенном месте под видеонаблюдением вплотную к стене дома или другому автомобилю. Свой автомобиль я нашла, просто припарковала в другом месте. Ну а вы берегите себя и свое имущество. Руслан Аков, Анна Харунжева, Ставропольское телевидение. И перейдем к дорожной обстановке. Пять человек пострадали в результате серьезной аварии с маршруткой в краевой столице. Водитель пассажирского автобуса превысил скорость и не вписался в поворот. По инерции машина вылетела на тротуар и врезалась в дерево. Всего в момент аварии в салоне находились семь человек. Четверо из них госпитализированы, еще троим помощь оказана на месте. Также пострадал молодой человек, собиравшийся переходить дорогу по пешеходному переходу. Водитель маршрутного такси рассказал полицейским, что авария произошла из-за технической неисправности транспортного средства. У маршрутки якобы отказали тормоза. Однако на дороге видны следы торможения, так что эту версию предстоит проверить полицейским. Известно, что 56-летний водитель за последние два года правила не нарушал. У него произведен забор крови на установление факта опьянения. Кадры с места аварии очевидцы разместили в социальных сетях. Причины и детали ДТП еще предстоит установить полицейским. Сейчас они опрашивают свидетелей и участников аварии, а также изучают записи камер видеонаблюдения. И продолжим автомобильную тематику. Неопытность и при этом излишняя уверенность за рулем часто приводит к печальным последствиям. Так в краевой столице серьезную аварию спровоцировал молодой водитель. Тем временем жители Кисловодска отметили свадьбу с размахом. Да с таким, что остались без прав, но с многотысячными штрафами. Об этих и других происшествиях расскажет наш дорожный патруль. Около 10 часов вечера в среду в Ставрополе на перекрестке до Ватарцев и Серова произошло ДТП. Виновником которого стал неопытный водитель, получивший права менее месяца назад. Он стал поворачивать влево, не убедился в безопасности маневра. Преимущество в движении было у другого автомобиля, который ехал со встречного направления прямо. Таким образом произошла авария. Новоиспеченный водитель и его пассажир получили травмы. Другой участник ДТП не пострадал. В Шпаковском муниципальном округе перевернулся грузовой автомобиль, груженный мясом птицы. Водитель не справился с управлением на безопасной скорости. В результате транспортное средство перевернулось. Мужчина с травмами доставлен в больницу. Больше никто не пострадал. По факту аварии продолжаются проверки. Тем временем в Кисловодске свадьба пела и плясала. А точнее, участники события гуляли так, что нарушили ПДД несколько раз. К счастью, никто не пострадал. К тому же они самостоятельно публиковали видеозаписи в соцсетях с фактами грубых нарушений. Несколько автомобилей двигались по улицам города в хаотичном порядке, то пересекая сплошную линию, то беспричинно двигаясь задним ходом, а также с пассажирами на дверях. В отношении веселых жителей Кисловодска теперь составлено около 20 материалов. Им грозят многотысячные штрафы и лишение прав. Будьте внимательнее за рулем. А если вам понадобится помощь полицейских, звоните по номеру 02 с городского телефона, 102 с мобильного и 112 вызов всех экстренных служб. С вами был Роман Выстроб. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова